Привет, Наташа. Наташа, как там в Беларуси? Как твоя книжка закончила уже или нет? Ну вот, я здесь как раз заканчиваю и решила в голову включить твой рассказ о Феликсе Захе. И вот как раз тебе позвонила фамилию уточнить, потому что я не очень, когда ты мне говорил об этом, не очень хорошо разобрала. Бен Диткис, как его звали? Лев Михайлович Бен Диткис, артист оригинального жанра. Да, а Феликса Заха звали на самом деле Захаренко. Феликс Аркадьевич Захаренко. Это был крутейший гипнотизер, очень серьезный. Я тебе рассказывал про это. Я тебе же рассказывал, как Феликс Зах мне позвонил и говорит, срочно прибегай ко мне в гостиницу. Я прибегаю, думаю, что случилось. А он мне говорит, вот, говорит, познакомься, приехал только сегодня в Махачкалу к вам, а я тогда в Махачкале. И Феликсу Заху ассистировал, будучи студентом мединститута, ассистировал ему на его эстрадном гипнозе, там на массовом эстрадном гипнозе. И он очень гордился, что его ассистент добровольный такой, студент медицинского государственного института, потому что сам он был артистом. И вот он, значит, мне говорит, это говорит Лев Михайлович Бендиткис, приехал только сегодня в Махачкалу, и завтра у него будет выступление, а на его афише написано «Вечер психологических опытов». И у меня так написано. То есть у них было написано одинаково, да? Одинаково. И мне Зах говорит, все ждут, когда я начну ерунду эту показывать. А Зах же серьезно себя считает, ты понимаешь, он такой монстр гипноза. Да, сейчас я буду. Опас, да. И он всем говорил в зале, смотрите на две точки моих предполагаемых зрачков, а на афишах он был без очков. Феликс Зах. И он всем говорил, что я бывший боевой офицер, морской офицер. И таким громовым голосом он так, и он так громко говорил в зал, и все сидели как цуцики, такие затихшие. Феликс Зах, Феликс Зах, гипноз там. И он говорил, смотрите на две точки моих предполагаемых зрачков, а он по сцене в черных очках. И они смотрят, он говорит, как только сосчитаю до трех, внимание, вы мгновенно уйдете в гипноз. И он так в этот момент раз, два, и когда он говорил три, он очки срывал. И они сталкивались с афишей, он же там без очков был. И у них происходило, видимо, какое-то замыкание. Да, ну я шутник, я так сироннее говорю немножко. И они погружались. Самое интересное, 30%, 40%, почти ползала. Раз сразу погружались в трансовое состояние. Но самое интересное до этого, я перед тем, как тебе расскажу про Бендитлеса, еще раз, чтобы ты там уточнил в своей главе. Ты же уже в изнательство сдаешь, да, книгу? Ну, собираюсь. Собираюсь. Но ты быстрее, потому что они же договор уже прислали. Да, ты хотел вот рассказать, какой у них там спор вышел, из-за того, что названия одинаковые у концертов. Ну да, ну так получилось, смотри. Но я хочу до этого сказать одну интересную вещь. До них, до всех, я еще ходил к Куни. Владимир Куни был мгновенный вычислитель. Вот он стоял на сцене, перед ним крутили 3-4 доски, на которых писали числа любые. Из зала выходили ребята, взрослые писали числа. Он вот так вот не смотрел на эти доски. Они еще и вращались потом. А потом раз посмотрит, и сразу называл сумму этих чисел. Такой потрясающий феномен был. Владимир Куни. Ну, и зал, конечно. Но это было то время, когда для всех это было чудом. А потом Владимир Куни многие вещи такие делал. Ну, как-то его потом спросили, а как это у вас такая память феноменальная? Он говорит, ну, она у меня заостренная на это, говорит. А я как-то был в каком-то курортном месте, показывал эти все эти опыты свои психологические. А фотоаппарат на скамейке забыл, говорит, в парке. Да, вот память такая вот вещь. А фотоаппарат, говорит, забыл. Ну, короче говоря, когда вот этот Куни, перед тем, как Куни выступил, перед тем, это важный момент, до Заха, я сейчас говорю. Куни, когда выступал, это было за несколько лет до Заха, то я думал, что я все про гипноз знаю, потому что я постоянно читал по психологии, будучи школьником, постоянно читал, думал, все знаю. Мама уговорила пойти Куни посмотреть, потому что афиши появились в городе, все туда пришли. И я думал, что я буду сейчас сидеть и комментировать, что этот Куни там рассказывает и делает. Потому что я думал, что я все знаю про этот гипноз, про вычисления и так далее. И в этот момент выходит на сцену человек, жестким взглядом откидывает весь зал и говорит «Добрый вечер!» таким металлическим голосом. И я вдруг ни с того ни с сего раз и погрузился в какое-то состояние, какое-то торможение какое-то произошло в голове, как-то погрузился в него, ну как-то вообще от всего отключился, погрузился. Вот я помню вот это тормозное состояние. И я выскочил оттуда, потому что следующую фразу он сказал. «У нас в гостях Владимир Куни». Я выскочил, потому что, оказывается, я попал под конферансье. Это говорит о том, что многие люди, которые даже уверены, что они ни под какой гипноз не попадут, на самом деле бессознательно. Видишь, я на конферансье попал. Но именно потому я изобрёл потом метод ключ, потому что я тут же выскочил из этого самогипноза, случайного, такого, спонтанного, который у меня был из-за напряжения ожидания. Видимо, бессознательно я очень сильно был настроен, что всё-таки это что-то необычное. И поэтому я из-за этого перенапряжения туда попал. И сразу выскочил, и я понял, в чём механизм гипноза. И потом я буду... То есть ты себя заранее запрограммировал, получается, да? Бессознательно, потому что всё-таки я думал, что это что-то такое необыкновенное. Да, и когда ты пришёл с таким осознанием, поэтому ты и попал, да? Попал, да. А если бы ты пришёл сразу скептически настроенный? Если бы я пришёл с ироничным ощущением, и он бы для меня ничего из себя не представлял, как бывает, человек попадает под влияние того, к чему он эмоционально относится. К книге, к человеку. Вот Владимир Леви тоже в своей книге писал, или как-то он рассказывал в интервью, что к нему пришла девушка, прочитав книгу, познакомиться. И он встал со стула, хотел пойти к ней навстречу, а она застыла. А он говорит, а что это вы застыли? А вы разве меня не гипнотизировали? Да нет, говорит, я не собирался. Ну, короче говоря, многие люди думают, что они не попадают под гипноз. На самом деле бессознательно. Я просто хочу по ходу сказать, что к чему человек относится эмоционально не безразлично, это и может стать для него воздействующим фактором. Он под него может попасть. И поэтому, если человек хочет относиться критично к чему-либо, у него должно быть другое отношение эмоциональное. Но это мы вырабатываем методом ключа в разгрузке. В разгрузке, когда мы делаем упражнение, ключевая разгрузка, люди у себя вырабатывают эту способность ко всем факторам, которые у них возникают, ко всем людям. Когда они хотят, захотят по своему желанию, попадут под влияние, не захотят, не попадут. А обычно люди попадают. Вот послушай. Так вот про Бендиткиса. Это удивительная история, потому что Зах гипнозом занимался, а Бендиткис занимался идиомоторикой, микроидиомоторикой. Он мог по дыханию, или по пульсу, или просто по тому, как человек дышит, или смотрит куда-то в сторону, как он поворачивает голову на звук. По этим микродвижениям определять его состояние. И он обычно делал такие вот, как мессинг, такие сеансы в вечер психологических опытов, когда кто-то куда-то что-то спрячет, а он найдет. И вот этот Бендиткис, тоже знаменитый, сидит у Феликса Заха в гостинице, и Зах меня пригласил. Давай быстрее прибегай. Ты, говорит, вчера мне рассказывал в машине, как ты стакан нагреваешь, не прикасаясь к стакану воды. И Бендиткис говорит, вот посмотри, мой младшой говорит, сейчас тебе стакан нагреет, и ты поймешь, что я могу делать. Ты понимаешь? И, короче, а я Феликсу Заху, после, как мы ехали по дороге, в машине рассказывал, что я читал книжку, как нагревает стакан, и хотел ему дальше рассказать, что все это ерунда. А он это меня не дослушал. Он просто так решил, что я так делаю, и поэтому, говорит, сделай. Я попал в такое неловкое положение, когда я должен был нагреть стакан, но я же не мог подвезти Феликса Заха. Но арбитром была жена Бендиткиса. Она взяла поднос, и там два стакана, один с каемочкой, другой без каемки, и мы прошли в ванну, налили туда воды, и я перед ней, над одним из стаканов, вот этот стакан с каемочкой, рукой стал пассы делать, как будто я его нагревал. Он по сердцу изображал, да? Ну да, да, да. Ну на этом же все и построено, на восприятии. Его, значит, якобы нагрел, и она перед Бендиткисом поставила два стакана. Один без каемочки, а другой, который нагревал, с каемочкой. Ну и Бендиткис сделал маленький глоточек из одного стакана, прислушался к себе, потом взял другой, именно тот, сейчас ты представляешь, какая ситуация была, да? Он глоточек сделал и сказал, нет, первый теплее, кажется. А я его спровосировал. Я говорю, не-не, вы проверьте. Он говорит, да нет, точно теплее. И попал, и попал, потому что, на самом деле, если бы он был нормальный человек, ну, условно говоря, если бы он не по микро, не по микро пытался понять, а просто отхлебнул бы, отхлебнул бы, и увидел, что они одинаковые. Но он же искал маленький нюанс какой-то в силу своей профессиональной привычки. А в маленьком нюансе легко ошибиться. А когда ему сказал, нет, нет, вы проверьте, а он говорит, нет, все-таки первый теплее, и попал. И, короче, вечером, вечером, он меня пригласил на свою встречу, там, в филармонии, там где-то 500-600 человек в зале. Он меня пригласил, ну, и Феликса пригласил, Заха, но Феликс мне сказал, я-то не пойду, что я, идиот, что ли, буду думать, что я ходил, я, Феликс, Заха ходил, бензит, ты, говорит, иди, ты молодой, иди. И я пришел туда. В это время я сижу в зале, там на каком-то 5-й или 6-й, это не помню, но впереди там. И в это время заходит в зал мой ассистент, который в тюрьме работал, надзирателем, Магомед. Он, причем, тогда уже был такой лысый, не лысый, а седой, седой, и в очках, такой солидный вид у него такой. Но этот Магомед был очень большой экспериментатор. Он однажды в тюрьме повесил объявление для офицеров, что профсоюзное собрание соберется там в 6 часов, или что, и все пришли туда. А он говорит, какое собрание может быть профсоюзное? Что в тюрьме, ты представляешь? Ну, такой экспериментатор. И этот Магомед тоже приходил к нам, но я ассистировал в Заху, а он мне помогал. Потому что, а потом он, кстати, кончил школу милиции, стал майором, ну, такой уважаемый чулупиек и так далее. Но он экспериментатор, такой психолог. И, короче говоря, этот Магомед заходит, Бендиткис стоит, значит, на сцене. Бендиткис говорит, а Магомед зашел и стоит у дверей, озирается, меня увидел. Ну, пока Бендиткис выступал, первые свои слова говорил, он не подходил ко мне, просто стоял и смотрел на зал. А Бендиткис выступает и говорит, вот я сейчас выберу жюри, спрячу у кого-то иголку, кто-то спрячет в любом месте. Магомеда увидел, который стоит у дверей, идите ко мне. Магомед подошел к нему, он ему вручил иголку. Это такая иголка, ну, как бывает, с шариком, знаешь, Наташа, вот такие бывают, с шариком. Это английская булавка, наверное, называется. Да, 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 да. И вот зал сидит и Бендиткис говорит, вручи Магомеду эту иголку и говорит, я сейчас на три минуты исчезну, чтобы я не подглядывал. А вы, говорит, в зале, видите, пятьсот, шестьсот человек, у кого-нибудь, где-нибудь, крепко-крепко спрячьте, а я ее найду. Ну, и, короче, Магомед стоит, значит, перед залом, в руке у него иголка, глазами туда-сюда по залу. Ну, конечно, меня он увидел. Ну, да, знакомый человек сидит. Ну, конечно, но он же не знал этой истории, что буквально накануне был спор такой, с Захаром. Он стакан нагревал. Он же не знал об этом. И он бежит ко мне. Я говорю, уйди отсюда, уйди отсюда. Мне нельзя, уйди отсюда. А он нет, он же не в курсе дела. И он мне раз и спрятал вот сюда вот. Я был в костюме парадном таком, ну, пришел в филармонию. А он мне поднял руку и сюда спрятал. И пошел к этому Бенгиткису. Ну, и появился Бенгиткис. Сказал Магомеду, встаньте вот так перед залом. К нему спиной. Магомед встал. Держит руки вот так. И Бенгиткис говорит, вперед. Слушай, это просто чудо, что буквально через 10 секунд Магомед опять оказался рядом со мной. потому, что Бенгиткис его вот так подталкивает. И так подталкивает микродвижениями. И чувствует горячо-холодно, горячо-холодно, и говорит Магомеду, думайте, думайте где, думайте где, и подталкивает. И, видимо, где он чувствует, что, ну, как у нас принцип подбора путем перебора, принцип проб и ошибок, как у нас в методе ключ по зеленой зоне. Горячо-холодно. Как мы приемы подбираем, то точно так, он его подталкивает, и где Магомед сопротивляется, он дальше не идет, а где не сопротивляется дальше. И таким образом, раз, и пришли ко мне. И Бенгиткис меня увидел, он побледнел, я понял, что он подумал. Он разволновался, он подумал, что я, если стаканы нагреваю, и он конкурент Заха, он подумал, что я ему хочу какую-то там свинью подложить. А я ему глазами показываю. Нет, мол, типа я ни при чем, но я как могу ему объяснить. Да. И он меня взял за руку, вывел на сцену, поставил вот так вот стойня, я стою, и он говорит, смотрите вот так, я стою вот так, и я смотрю, я ему пытаюсь показать, что не беспокойтесь, не волнуйтесь, все в порядке. Пытаюсь ему объяснить, я стою, и он говорит, смотрите наверх, смотрите вниз, смотрите наверх, смотрите вниз. И я смотрю, он меня вот так сканирует своим взглядом. И потом говорит, поднимите левую руку. Я поднимаю, он подходит, и там игла. И он ее берет, и вдруг на весь зал, как заорет, вот она. И весь зал просто не понял, чего он так обрадовался. Он уже не знает, знал, ты не знал, в чем дело, понимаешь? Бедный бенгитец, честное слово. Ну как было? Нет, все-таки он иглу нашел. Мне кажется, вот обычный человек, ну без таких навыков, даже зная, что вот у тебя игла, ну попробуй найди, где именно, в каком кармане, там вот ты ее спрятал, или под мышкой, или под воротничок. Но он блестящий артист, он пошли спать. Он же понял, что вот она у тебя под левой рукой. Мало того, что он понял, что у меня под левой рукой. Человек, первый вечер, человек, который, потрясающий спор с конкурентом, человек, у которого на глазах нагрели стакан, что для него было неожиданностью большой. Он же не знал этих вещей. И ты представляешь, и этот человек сидит в зале, естественно, в этих сложнейших условиях он нашел эту иглу. Сложнейших для себя. Поэтому он так и закричал, вот она. Понимаешь? Ну, по существу, это было, ну, это его победа была. Со стаканом, мне кажется, вот со стаканом еще авторитет Заха сыграл. Что вот Зах ему сказал, сейчас мой младшой там тебе сделает. И он, у него свои еще были какие-то установки, и Зах его настроил. И ему еще нужно было показать, как он умеет определять, какой именно теплее, да? Да, ну, еще интересно, когда мы еще в гостинице сидели с его супругой, когда разговаривали, Бендиткис рассказывал, что он ходил к Мессингу. Потому что он пришел к Мессингу и сказал, напишите мне, пожалуйста, справку, что я ваш ученик. И тут жена Мессинга так возмутилась, и она закричала, какой ученик? У Мессинга это от Бога. Да, и так Бендиткис так и не смог у него получить справку. Вот ты представляешь, какой бы авторитет Бендиткис бы всем говорил, я ученик Мессинга. Ну, это вообще интересно. Ну, про Мессинга я тебе потом расскажу, или, может быть, я частично рассказывал, что Мессинг был лунатик, он ночью во сне ходил, и он на самом деле погружался в самогипноз, потому что... Да, и там он в такое состояние впадал, как бы, сна такого. Да, вот те люди, которые легко в транс входят, они, по существу, и становятся вот этими, так называемыми, экстрасенсами, хотя никаких экстрасенсов в природе не существует. А слово «экстрасенс» знаешь, что придумал? С Дэна Крейдек, который меня приглашал на Монте-Карло Международный конгресс по психотронике, и мой доклад там был опубликован на трех страницах, я-то поехать не смог, меня в институте не пустили, потому что я в мединституте учился, а мне директор Бриза, ну, Бюро рационализаторов-изобретателей, и у нас был Бриз, должен был подписать профессор Лихтенштейн, Владимир Абрамович, который термопульсатор забрел, гениальный прием, прибор совершения, он мне не подписал, он говорит, у нас студенты на международных конгрессах не выступают, и не выпустят у меня. Ну, вот этот Сдэн Экрейдек, который, он и придумал слова «экстрасенс», он и придумал слово «психотроника», это очень интересный конгресс был, там у меня была статья в виде тезисов, доклада трех страниц, структура метода внушения, потому что я уже тогда, будучи студентом, понимал, как работает мозг в этом отношении, в плане, как войти в гипноз, как выйти из гипноза, самогипноз, там мы управляемы, неуправляемы, как быть бодрственнее, как не поддаваться манипуляциям, как сохранять здравый смысл. Ну, вот это все было потому, что я как раз с такими людьми общался, и, ну, очень интересные люди, просто потрясающие. Ну, Зах, интересно, я помню, когда... Я вот здесь вот нашла фото, скажи, сколько ему было лет на момент, когда вот ты студентом, ну, ему там ассистировал. Феликсу Заху? Ну, последний раз Заху у меня был в Центре защиты от стресса на Таганке. А центр у меня был открыт в 89-м 87-м году. В 87-м году. В 87-м. Ну, короче говоря, 25 лет назад центр был открыт. и там, значит, лет через 10, ну, да, Феликс Зах, я его нашел, он ко мне поехал, и он такой же был элегантный, такой же был. Ой, он меня с Бовиным тогда познакомил, мы с Бовиным дружили. Если ты помнишь, Бовин был такой, который вел передачу по телевидению, ой, как же он назывался, он говорил, я бывший Бовин, ну, такой интересный, ну, не помню я, какую передачу он вел, мир приключений, или что-то такое он вел, да. Что-то такое он вел, я не помню. С Бовиным познакомил, вот Бовин интересный мужик был, он мне свою книгу подарил, я к нему ездил, я его лечил, у него с сосудами было плохо, Бовин говорил, интересное дело, я ночью, оказывается, проснулся, и старуха мне, говорит, моя говорит, что я, говорит, лекцию читаю, говорит, значит, ну, что-то у него случилось с памятью, ой, как я его любил, я вообще их люблю, этих людей, которые просто потрясающие, люди были, интересные были, а для страны тогда это было все вновь, это была такая новость, и они думали, что вот этот эстрадный гипноз, там, что-то такое невероятное, на самом деле, очень много гипнобильных людей, Зах просто кричал в зал спать, они спали, потом он говорил, у кого руки сцепились по счету 15, не можете разнять, идите ко мне на сцену, давал им задания, лезть на дерево, на дерево, вы в пионерском лагере, яблоки собирайте, яблоки собирайте, да, и кому-то подходит, и тихо говорит, за пазуху клади, за пазуху клади, и они так представляют, что они яблоки собирают, а один при всех на глазах публики, слушай, там, за пазуху, и такой смех в зале, ну, это же просто фантастика, это интересно было, я здесь вот в интернете искала о Феликсе Захе, но не знаю, почти ничего не нашла, вот фотография, смотри, это он или нет? Да, 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 вот эти черные очки, которые он снимал, когда он, да, 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 вот, 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 Фелик Захе. Да, родной мне человек, конечно, сколько у меня с ним было интересных, сколько было интересных. Он, знаешь, даже еще что-то сделал, слушай, в гостинице он мне сказал, слушай, ты скажи, что была тишина, потому что там группа какая-то пришла к нему лечиться, а к нему даже министр здравоохранения тайком ходил, от заяка не лечится. Министр здравоохранения республики. Ну, как, неважно. Ну, короче говоря, в гостинице он мне поставил, как дежурного, и говорит, там, говорит, в двух-трех номерах, говорит, люди в гипнозе, я их лечу от заикания, эпилепсии, еще от чего-то он их лечил. Ну, он просто брал, человека гипнотизировал, тем более, который в зале, он отбирал, наиболее гипнобильных, а потом они к нему приходили, и он их за деньги там, оказывается, лечил. А я-то не знал об этом. И он мне поставил, как дежурного. Я стою, и там кто-то проходит, ну, человек, который не в курсе дела, заходит, жилец какой-то, в гостинице, и идет, и что-то разговаривает с кем-то громко, а я говорю, вы тише разговаривайте здесь. А что такое, что я не могу себе в номер пройти, что ли? А я-то не знаю, что происходит, и как. И как дежурный, ответственный выполнен. Он говорит, слушай, да ты их пропусти, ну как же, мы же в гостинице находимся. А потом меня кто-то спрашивает, а сколько стоит процедура у Заха? А я говорю, да нет, ничего они не стоят, он же такой добрый человек, и такой, всех так лично. И он меня как-то вызвал и говорит, ну-ка сядь, я сел. Ты знаешь, сколько стоит у меня процедура? Я говорю, нет. Вот так и говори. А ты, говорит, полмесяца моей работы, говорит, взял и под нож пустил. Я говорю, а что случилось, Федор Александрович? Ну это же, говорит, все-таки денег стоит, а ты сказал всем, что я ничего не беру. Ты, говорит, скажи, не знаю. Ну вот эти дела. Ну интересно было, интересно было. Ты давай, дописывай книжку, быстрее сдавай, потому что раз договор уже есть, там и читатели давно ждут. Белоруссии у тебя тоже все ждут, читатели, потому что мне многие пишут. Вот там недавно женщина писала. Так она к нам хорошо относится, так она нас уважает. И тебя, Наташенька, очень уважает. И она говорит, я хочу вам плитку горького шоколада, я знаю, что вы только горький шоколад едите. Дайте Наташень телефон, я ей позвоню, я ей надоедать не буду. Я просто попрошу мужа, чтобы он заехал к ней в город, который называется таким прекрасным названием, как городок. Сам заедет, вручит этот шоколад, и шоколад этот вам привезет Наташа, когда будет ехать в Москву. Я сказал, ну Наташа вот сейчас, когда будет ехать, я вам напишу телефон. Сейчас, по-моему, все еще границы так и закрыты. Закрыты. И что Белоруссия и Россия по-прежнему закрыты. Ну вот мы пришли к Белоруссии. Ну слава Богу, в нашей школе человек будущего. Люди у нас прекрасные. Я всей школе передаю привет из Белоруссии, и в Украине, и в Монако, и в Италии, и в Египте, и где угодно. Наши участники. Всем привет. Наташенька, спасибо тебе большое. Я рад был тебя видеть. Видишь, какие истории мы рассказали? И про Заха, и про Бенгиткиса, и про Куни, и что человек, даже не зная о том, что он поддается гипнозу, очень много людей думает, что они не поддаются, потому что кто-то не так его гипнотизировал, и у него осталось впечатление, что он не поддается. А вот тот пример классический, который я тебе рассказывал, Арта Шестни в Вереване, когда я работал, сказал, вот человек сидя, стоит, говорит, в аэропорту, смотрит, как чемодан у него, по ленте идет, завороженный, ждет чемодан, вот тебе и гипноз. Вот это фиксация внимания, ничего не слышит, ничего не видит, даже комарку сайт он не чувствует. фиксация внимания, если человек может вызвать фиксацию внимания на себе, а это он может сделать, если другому человеку он эмоционально не безразличен. Вот мне недавно девушка написала, я легко впадаю в транс, и со мной могут делать что угодно. Как мне от этого спастись? Вот недавно я подписал невыгодный для себя договор, а в другой раз какой-то мужчина стал мною манипулировать. Я так легко, вот он мне стал говорить какие-то вещи, а я как дурочка сижу, слушаю его. Вместо того, чтобы встряхнуться, научите меня. Я научу. Она очень хорошая девушка, такая красивая девушка. Но ей трудно, потому что она легко в транс ходит. А наша школа как раз для того, чтобы человек научился в ходить в транс, когда он хочет, и выходить, когда он хочет. Иногда надо научиться входить, но сознательно входить. Раз, если ты хочешь себе что-то перенастроиться на что-то, полюбить новую профессию, выучить новый язык. Ну, для чего? Ну, ты что-то знаешь, что я тебе-то рассказываю. Всем привет. Наташа, спасибо тебе большое. До свидания. До свидания. Еще что хочу сказать. Напоследок, кто будет смотреть наше видео, во-первых, сайт Стрессу. И Хасайру. Там много материалов. Очень много материалов. Во-вторых, в Ютубе смотрите другие ролики, потому что у нас по темам, прямо читайте и смотрите, очень много интересного. И методика, и схемотехника, и алгоритмы, как регулировать свое нервно-психическое напряжение, как не попадать в стрессы, как использовать энергию стресса в собственных интересах, как изобретать. Там много чего есть. Ну, еще что-то самое важное, я хотел сказать. Да, раньше 19 часов мне в скайп не звоните, и в ватсап не звоните. Да, вот что. В фейсбуке у меня, к сожалению, больше пяти тысяч участников не принимают. Ну, а у меня там несколько сот просится людей, чтобы я принял их в фейсбуке. Пожалуйста, вы сделайте просто. Возьмите в группу, войдите, вконтакты все под видео, в описании под видео, посмотрите контакты. Войдите в школу, человек будущего, в фейсбуке, или вконтакте, Homo Futurus. А там группа имеет возможность принять сколько угодно, и там тоже личка есть, и там можно со мной переписываться. Это проще же, потому что мне выкидывать друзей, пять тысяч друзей, я хотел кого-то выкинуть, а потом смотрю на друг, ну, ну, как он обидится. У меня много друзей, поэтому вы возьмите просто, кто хочет, в фейсбук или вконтакт, просто в группу войдите, человек будущего. Там в описании под видео все контакты есть. До встречи, друзья. Да. Спасибо, Наташа. Хорошие вопросы ты сегодня подняла. Ну, книжку мы ждем. Давай. До встречи.